Привет, Кат! И да, мы снова в новом офисе. Потом расскажу про интересные венты, которые с ним связаны. А пока что приступим к теме ролика. На фоне войны в Украине в некоторых местных маргинальных кругах стали поднимать головы так называемые «голуби мира». Причем значение это не в самом хорошем ключе. Один из их главных призывов состоит в том, что Эстония должна быть нейтральной страной, такой, как, например, Швейцария. Выйти из НАТО и быть суверенной страной с собственным путем. Давайте пока что опустим то, насколько их риторика схожа с риторикой Кремля в таких моментах, и то, что Швейцария нейтральная страна, потому что она может себе позволить этот нейтралитет, имея при себе огромный мобилизационный потенциал, кучу современного оружия и непроходимые горы, которые хрен захватишь. Давайте лучше поговорим о том, почему Эстония выбрала такой путь, став членом НАТО, оказывая при этом сейчас просто колоссальную помощь в сравнении со своим бюджетом, в оснащении украинцев, дабы те поскорее смогли победить в развязанной России войне. Здесь еще можешь затронуть миф о том, что Эстония оккупирована американцами, которые тоже активно навязывает российская пропаганда. Устраивайтесь поудобнее, я вас постараюсь в этот раз особо не загружать, потому что тема ролика на самом деле не особо к этому обязывает. Начнем с самого главного. Почему Эстония в НАТО? Ой, даже не знаю. С моей точки зрения, конечно же, ответ очевиден. Нашим соседом является Россия. Да, на самом деле на этом можно было бы закончить видео, потому что все адекватные люди примерно понимают, что когда ты граничишь с государством, которое без вопросов нападает на соседние страны, не согласно быть в сфере влияния этого государства, потребность в гарантированной защите все-таки возникает сама собой. И это еще одно отличие Эстонии от той же Швейцарии, потому что если мы посмотрим на карту, Швейцария сейчас окружена со всех сторон миролюбимыми демократическими странами. С нашим же восточным соседом сильно здесь не разгуляешься. Поэтому НАТО нужно нам, чтобы защищать себя. И НАТО нам такую защиту обеспечивает с статьей 5 Североатлантического договора, который гласит, что нападение на одну страну НАТО равносильно нападениям на все стороны Альянса. Пока что в истории Article 5 применялся всего однажды, после теракта в 9.11. Однако ничто не помешает Альянсу применить его вновь, если Россия вздумает напасть на Эстонию или на любую другую страну Альянса. И да, я в курсе про скепсис относительно применения этой статьи устава, среди некоторых личностей, особенно после инцидента с российской ракетой в Польше. Однако страны НАТО прекрасно понимают, что если очевидная угроза будет проигнорирована, это подорвет доверие ко всему Альянсу. Мол, если вы не защитили эту страну, где гарантия, что вы защитите нас? Поэтому в случае реальной угрозы в сторону безопасности Эстонии, большинство жителей нашей страны все-таки уверены, что Альянс придет на помощь. Желание Эстонии вступить в Альянс появилось почти сразу после восстановления независимости 20 августа 1991 года. Подкреплялось это желание горьким опытам Второй мировой войны, в ходе которой Эстония вошла сначала в зону влияния Советского Союза, а потом и вовсе была оккупирована им более чем на полвека. Окунемся немного в историю. Чем ближе была 1 сентября 1939 года, тем более накаленной становилась атмосфера в Европе. Франция и Великобритания опасались военного усиления Германии, и первый договор о коллективной безопасности напрашивался еще тогда. Западные страны пытались заручить поддержку СССР. Однако последний, уже до подписания всем известного пакта, выдвигал требования о включении Восточной Европы в свою сферу влияния. Политика умиротворения западных держав в отношении нацистской Германии, которая стремилась до последнего оттягивать возможную войну, уже сама по себе не позволяла достичь соглашения о создании системы коллективной безопасности в Европе. Однако пока для Западной Европы Германия была ключевой угрозой, в Эстонии ей оставался Советский Союз. А Германия рассматривалась скорее как союзник в случае нападения с Востока. Все 30-е годы Эстония проводила учения, чтобы в случае нападения противостоять именно Советскому Союзу. Оккупация Чехословакии 15 марта 1939 года подвигла правительство Великобритании и Франции возобновить переговоры со Сталином. Однако последний уже начал сближение с Германией, апогеем чего стал пакт Молотова-Риббентропа 22 июня. Гитлер дал Сталину то, чего он хотел – влияние в Восточной Европе. И согласно пакту, который все это предусматривал, они напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну. После чего ни о каких договорах о коллективной безопасности в Европе уже тогда речи не шло. Эстония в самом начале войны объявила о своем нейтралитете в попытке избежать вовлеченности в конфликт. Но пакт уже был подписан, и Сталин угрозами навязал странам Балтии договоры о военных базах, угрожая повторением польского сценария в случае отказа. По условиям договора в Эстонию был введен советский воинский контингент численностью 25 тысяч человек, что по факту давало Сталину контроль над государством. Но раз Эстония десятилетие готовилась к отторжению Советского Союза, почему когда момент настал, она вот так просто сдала территорию? Я периодически слышу эту предъяву в сторону Эстонии, мол, раз Финляндия там, например, смогла противостоять Красной Армии и отстояла свою независимость, а Эстония просто не стала и дала себя оккупировать. Даже если не упоминать моральную сторону обвинения жертвы, что я считаю неправильно, Жертву обвинять ни в коем случае нельзя. У Эстонии были причины на уступки Сталину. По мобилизационному плану, Эстония предполагала осенью 1939 года на случай войны вооружить 104 тысячи человек, то есть 9,2% своего населения. А учитывая все резервы, максимально Эстония могла вооружить до 150 тысяч человек. Для сравнения, в зимней войне с финской стороны участвовало более 260 тысяч человек. Всем тогда было очевидно, что столько человек просто не хватит, чтобы противостоять советской военной машине продолжительное количество времени. Если бы Латвия и Литва выставили такой же процент своих сил, как и Эстония, то вооруженные силы всех трех государств составили бы 525 тысяч человек, а в случае необходимости даже больше. Однако для сопротивления Советскому Союзу нужна была поддержка какой-нибудь большей силы. Прежде всего оружием, продовольствием и боеприпасами. А из-за политического несогласия и разной оценки угрозы, странам Балтии так и не удалось договориться и наладить между собой военное сотрудничество. Сегодня мы видим, насколько важна иностранная помощь. И во время зимней войны Финляндии, например, помогали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция и иные страны. Финляндия получила 350 самолетов, более 6 тысяч пулеметов, около сотни тысяч винтовок и другое вооружение. Это уже не говоря про то, что из 26 стран прибыло около 11,5 тысяч добровольцев, большинство из которых имели хотя бы малую подготовку. К началу войны у Эстонии вообще не было союзников. Оснащение армии было на уровне Первой мировой войны. Эстонские пехотные полки и кавалерийский полк по своей огневой мощи уступали не только Советскому Союзу, но и Латвии с Литвой. Отсутствовали средства огневой поддержки пехоты, такие как, например, пехотные орудия и минометы, а также противотанковые средства. Была всего одна современная на тот момент система ПВО. Авиации фактически даже и не было, а единственным, чем мог похвастать флот, это две подводные лодки. Калев и Лембит, которые на службе независимой Эстонии так и не смогли поучаствовать в войне. В целом, силы обороны Эстонии ни мирного, ни военного времени не соответствовали современному уровню. И ни организационно, ни по вооружению не соответствовали потребностям современной войны. А модернизация началась слишком поздно, практически аккурат перед войной. Опоздали в Эстонии и со строительством укреплений, в отличие от все той же Финляндии, где знаменитую линию Маннергейма начали строить еще в начале 20-х. В Эстонии масштабное строительство железобетонных пулеметных укреплений началось только летом 1939 года. Когда к концу сентября на западном берегу реки Нароу было построено 10 таких укреплений, 5 царема были только начаты подготовительные работы. Быстрое наступление Красной Армии в 1944 году с южных направлений наглядно продемонстрировали неэффективность оборонительных позиций Южной Эстонии. В принципе, бои 1944 года как раз наглядно и показали примерный сценарий развития событий, если бы Эстония дала отпор советам в 1939. И это все при том, что в 1944 в Эстонии уже были немецкие солдаты и немецкое вооружение. Уже после восстановления независимости наша страна быстро сообразила, что нужно делать, чтобы избежать повторения 1939 года. Во-первых, четко обозначить, что Россия была и остается потенциальным агрессором, с которым нужно быть на стороже. Во-вторых, сразу начать поиски гарантированных союзников. И благо, в этот раз долго искать не пришлось. Ведь Холодная война сама создала условия для партнерства стран против восточной угрозы. И хотя разговоры о внеблоковом статусе и были, этот вариант почти сразу же был отброшен, принимая все-таки во внимание уроки истории. Я не буду здесь предсказывать историю НАТО, для этого на Ютубе есть куда более интересные ролики. Вместо этого расскажу немного о пути вступления Эстонии в этот альянс. Произошло это с пятым расширением 29 марта 2004 года, когда вместе с Эстонией в НАТО вступили также Латвия, Литва, Словакия, Словения, Румыния и Болгария. Сейчас на носу уже девятое расширение вступления Финляндии и Швеции, которое пока что стопорит Турция, но я уверен, этот вопрос будет решен, и Балтийское море станет внутренним озером НАТО. И смотря на то, с какими сейчас сложностями сталкиваются Швеция и Финляндия, вспоминаешь, какие были проблемы вступления Эстонии в альянс. Потому что этому предшествовали годы подготовки. Первого человека, которого стоит поблагодарить за успешную интеграцию с Западом, можно назвать второго президента Эстонии Ленарта Мэри, который еще тогда в 90-м году возглавлял эстонский МИД. Команда Мэри в то время была бескомпромиссной. Мы должны принадлежать Западу во всех отношениях. Это было оправдано хотя бы тем, что Запад не признавал оккупацию Эстонии Советским Союзом. Одним из символов проводимой США и Великобритании политики непризнания были посольства стран Балтии, которые продолжали работу в этих государствах и в советский период. Однако к расширению альянсов те годы относились весьма скептически. Советский Союз как главный источник угрозы для НАТО перестал существовать, а в России видели тогда больше перспективного партнера, чем новую угрозу. Однако у стран бывшего Восточного Блока на это было другое мнение. Скептиз американцев пришлось продавливать политическим давлением, за что отдельное спасибо полякам. В частности, тогдашнему министру иностранных дел Польши Анджио Лиховский, который настойчиво давал понять высшему руководству НАТО о вакууме безопасности в Восточной Европе, который возник после падения ОВД, организации Вашерского договора. Но Вышеградская тройка в лице Польши, Чехии и Венгрии вошли в НАТО в 1999 году без особых проблем. В то время как Эстонию вместе с Латвией и Литвой в НАТО пускать не спешили. На решение в том числе повлияли итоги участия военных контингентов трех стран Балтии в урегулировании Югославского конфликта. В сентябре 1996 года на встрече с главами военных ведомств североатлантических и балтийских стран министр обороны США Уильям Перри прямо заявил, что страны Балтии еще не способны выполнять обязательства пятой статьи североатлантического договора. После того, как стало ясно, что страны Балтии не смогут войти в состав НАТО вследствие четвертого расширения, Ленард Мэри стал постоянным гостем в тех городах, где происходили встречи и приговоры по НАТО. Мэри постоянно напоминал тогдашнему заместителю госсекретаря США Строу Бутелбуту о последствиях в случае, если Эстония вновь будет продана, как это было во время Ялтинской конференции 1945 года. Для того, чтобы с бывшими соц. странами было удобно сотрудничать, сначала был создан Совет Североатлантического Сотрудничества. В декабре 1991 года это был первый подобного рода инструмент, который был эдаким промежуточным ответом на просьбы стран Восточной Европы вступить в НАТО. Формат этот позволял обговорить проблемы, оставшиеся в наследство от Холодной войны, например, вывод российских войск из стран бывшего Восточного блока и региональные конфликты, вспыхнувшие на обломках Советского Союза и Югославии. Затем на саммите в Брюсселе в 1995-м была запущена программа НАТО «Партнерство ради мира», которой Эстонии предложили присоединиться 3 февраля того же года. Эта программа стала площадкой для более тесного сотрудничества между странами западного и бывшего Восточного военного блоков. Также эта программа предоставляла сотрудничество с Альянсом в вопросах совершенствования национальных армий, которая помогала быстрее подогнать их под стандарт НАТО через консультации, совместные учения и различные курсы повышения профессионализма. Для Эстонии программа «Партнерство ради мира» стала первым шагом на пути вступления в НАТО. И уже к следующему году после начала участия наша страна начала переговоры о вступлении в Альянс. Требования НАТО были самые разные, от надежной демократии до рыночной экономики. Однако для Эстонии одним из самых сложных пунктов было отсутствие пограничных споров с соседями. Как вам известно, хотя бы по одному из моих предыдущих видео, у Эстонии были такие вопросы с Россией относительно печор и зоноровья, которые быстро решили путем официального отказа от территориальных претензий. Другой сложный вопрос состоял уже в требованиях Альянса к оборудованию армии. Дело в том, что после развала СССР, Эстония создавала свои вооруженные силы практически с нуля. И такое положение не вдохновляло НАТОвцов предоставить Эстонии свою защиту. Видим, у нас скорее опасный и нестабильный регион, чем полноценного союзника. НАТО требовали надлежащий уровень сил обороны. И если более крупные страны Вышеградской группы могли что-то преподнести в плане обороны, то оценка вооруженных сил стран Балтии была удручающей. Изначально страны Запада даже отказывались передавать странам Балтии оружие и военную технику, потому что просто не могли ее нам доверить. США сняли запрет на продажу оружия странам Балтии только летом 1994 года, спустя три года после восстановления независимости. Нам пришлось в спешке реорганизовать армию на современную западную доктрину, пригласив взять командование над своими вооруженными силами отставных полковников армии США балтийского происхождения. Но даже это было не последним препятствием для Эстонии. Ведь в той или иной степени палки в колеса нам в разное время ставили такие политические гиганты, как бывший президент Франции Жак Ширак и Збигнев Бжезинский. Да-да, тот самый, который больше всего ратовал за расширение НАТО на восток. Из трех стран Балтии он одобрил вхождение в НАТО только Литву, посчитав это таким образом, что такое слабое расширение НАТО не вызовет бугурта в Кремле, и Москва не станет считать НАТО своей угрозой. Но Бжезинского все-таки тогда не послушали. И на саммите в Вашингтоне 99-го года НАТО признало Эстонию потенциальным кандидатом в члены Альянса, и начался процесс воплощения плана действий по членству. Еще не будучи членом НАТО, Эстония решила тогда снова себя проявить, стараясь доказать на примере, что может быть полезной в случае активации статьи 5. И спустя три года эстонский контингент вернулся в Югославию, участвуя в миротворческой миссии в Косово в составе КФОР в 99-м. А после терактов 11 сентября, когда статья 5 была реально применена, Эстония отправила в Афганистан группу саперов, которая за полгода обезвредила более 1800 взрывных устройств. Когда же ООН была создана Коалиция Международных сил содействия и безопасности в Афганистане, Эстония в 2003 году, недолго думая, включила туда свой миротворческий контингент. В Эстонии была создана правительственная группа под руководством Маргуса Колги, которая каждый год выпускала подробные отчеты о работе, проделанные нами в построении демократии, свободной экономики и сильных сил обороны. По словам бывшего посла США при НАТО Курта Уолкера, страны Балтии оказались лучшими демократическими и экономическими реформаторами, наиболее заинтересованными в создании новых вооруженных сил. И хотя на достижение желаемого потребовалось годы, необходимые основы уже были заложены. В 2000 году произошло одно знаменательное событие, которое влияет на наши жизни, к сожалению, и до сих пор. К власти в России приходит Владимир Путин, позиция которого по отношению к саму Альянсу и к нашему вступлению в НАТО широко известна. И по отношению к саму Альянсу и к саму Альянсу и к саму Альянсу и к саму Альянсу. 2001 в каком-то смысле даже сблизили россию и сша против общей террористической угрозы оставив за бортом проблему защищенности стран балтии тогда чаще всего говорилось о проблемности защиты стран балтии случае военной угрозы виду их географического положения специалисты по обороне неоднократно указывали на то что страны балтии имеют малую глубину обороны и расположены далеко от транспортных узлов нато поэтому защищать их в случае кризиса не представляется возможным сейчас такие рассуждения всплывают только в рядах маргинальных пророссийских аналитиков на высоком уровне таких разговоров нет вообще за это время страны нато и в особенности сша прониклись странам балтии какой-то небывалой симпатии на самом деле и нам постоянно из раза в разу говорят что случае чего мы обязательно придем на помощь да тут вы можете вспомнить сувалский коридор такой кусок литовско-польской границы который принято называть самым слабым местом в обороне стран балтии однако если раньше может быть беспокоились то война в украине показала нам что беспокоиться особо и не о чем потому что техническое состояние армии россии не позволяет отрезать страны балтии от альянса а со вступлением финляндии швеции в нато появляются дополнительные возможности для защиты эстонии я уже молчу про милитаризованность стран балтии которая возрастала сначала после 2014 года а затем после 2022 но это все сейчас вернемся к истории парижскому саммиту 2002 года популярность стран балтии в качестве членов нато была выше чем у других претендентов частности из-за скорости и количество применяемых решений для соответствия стандартам нато и наконец эстония вместе с другими странами была приглашена на переговоры о присоединении к нато согласно 10 статье североатлантического договора которая предусматривает вступление в альянс любой европейской стороны по приглашению последний этап переговоров длился с января по март 2003 где состав делегации от эстонии возглавлял тогда юрий лук на то время советник мида и как итог эстония вместе с другими кандидатами подписывать брюсселе протоколы о присоединении к североатлантическому договору а 10 марта 2004 года его ратифицирует ри и когу и наконец 24 марта в вашингтоне проходит церемония передачи на хранение правительства соединенных штатов америки документов о присоединении где тогдашний премьер-министр эстонии юхан партс передал полномочия о ратификации вашингтонского договора госсекретарю сша кольну пауэллу после чего эстония стала полноправным членом нато today we proudly welcome bulgaria эстония латвия литвуэнния румэнния словакия и слоуэнния из того дня воздушное пространство стран балтии патрулирует самолеты альянса в эстонии это событие было реальным праздником тот момент организовали кучу различных мероприятий начиная концертом на главной площади эстонии и гуляниями по всей стране заканчивая конкурсами детских рисунков членство нато для эстонцев воспринималась и воспринимается до сих пор как самая настоящая победа ведь нас там никто не ждал по сути в нас никто не верил а мы взяли и доказали на что мы способны уже в июне 2004 года на стамбульском саммите эстония была представлена как полноправный член альянса а в мае 2008-го в таллине был открыт центр компетенции киберзащиты нато задача которого быть ключевым институтом для нато и государства членов сфере консультации исследований и разработок в области кибербезопасности это было очень важным начинанием эстонии в области международной политики безопасности и подтверждало признание нашей страны статусе международного эксперта в области цифровых технологий защищенность восточных границ нато растет пропорционально угрозе исходящий из-за этих самых восточных границ да по большому счету если бы россия не была агрессором скорее всего военный потенциал тут у нас и не рос даже бы но вот путин решает аннексировать крым и сразу же в течение 10 лет нато предполагает поднять траты на оборону в странах членов до двух процентов от ввп сейчас 2023 год и страны балтии подняли эту планку до 3 процентов ибо после 2022 года ситуация с безопасностью в европе изменилась снова и снова не в лучшую сторону на данный момент в эстонии постоянно базируются иностранные контингенты нато издание франции великобритании и исландии численность всего контингента нато в общей сложности составляет около 12 тысяч солдат добавляем к этому весь мобилизационный потенциал эстонии который составляет 270 тысяч человек и понимаем что уроки второй мировой войны учтены осталось только подождать пока нам пво пригонят в силах обороны эстонии две пехотных бригады ввс в мс союз обороны и куча других подразделений которые я не особо различаю ибо далек на самом деле от военного дела хоть за сводкой с фронтов украины слежу достаточно активно главное что стоит иметь ввиду теперь у нас нет каких-то особых проблем с вооружением в эстонии есть современные гаубицы к-9 стритс форданы леопарды джавелины а скоро еще и прибудут новокупленные хаймерс в нашей гавани постоянно заходит военные суда альянса обеспечивающие безопасность в балтийском море а наше воздушное пространство патрулирует новейшие истребители вертолеты благодаря решениям принятым на последнем саммите в мадриде в эстонии сформирована полноценная дивизия куда включают первую пехотную бригаду вторую пехотную бригаду батальон тылового обеспечения и батальон штаба и связи а также подразделение союзников и мне на самом деле очень спешно читать всякие комментарии недалеких людей которые пишут что эстония якобы сменила советскую оккупацию на американскую ребят эстония составе альянса является независимым и суверенным государством где контингент нато является вспомогательным составе сил обороны эстонии они замещает их собой как это сделала красная армия присоединив силой нашу страну к советскому союзу нато это наша защита от правоприемника советского союза за что эстония между прочим тоже платят определенную цену благодаря тому что эстония активно участвует военных миссиях за границей к нам в нато также имеется кредит доверия с момента первого участия в урегулировании югославского конфликта в девяносто пятом в боснии эстония приняла участие во множестве военных миссий и не все из них под эгидой нато даже центральная африканская республика мали средиземноморье сомали сирия косово израиль во время войны в ираке силы обороны даже потеряли двоих своих солдат а до сдачи кабула 2021 эстонские солдаты 20 лет участвовали в миссии в афганистане во всех этих странах эстония в той или иной степени помогала союзникам ради достижения безопасности в выбранном регионе силы обороны эстонии и сейчас принимают участие в различных миротворческих миссиях для поддержки наших союзников чтобы случае чего они уже поддержали нас мы участвуем военных операциях в сирии учебных операциях в ираке в миротворческих операциях в ливане ну и стоит сказать что все военные работающие за границей работают там добровольно подобные миссии дают нашим солдатам ценный военный опыт который мы надеемся конечно же не пригодится нам но как говорится севиспациям парабеллу и это понимает большинство жителей эстонии согласно опросу туру у рингуте проведенного в 2021 году за членство эстонии в нато проголосовало 75,2 процента населения эстонии а против 14,2 процента опрошенных пост военный опрос по заказу министерства обороны выйдет это весной и я более чем уверен что поддержка членство эстонии в нато спустя год значительно увеличилась на процентов так 10 точно уже тогда 90 процентов эстоноязычных опрошенных поддержали членство в нато то время как иноязычные жители эстонии только 44 процента как только выйдет актуальный опросник я закреплю его комментарием под этим видео и сделаю еще сообществе отдельный пост так что следите за информацией но уже сейчас можно сказать что все эти крики про нейтралитет и нужно спросить народа что он думает про нато исходят из весьма узкой группы русской жизненных жителей нашей страны подпорченных скажем так немножко российской пропаганды которая описывает на так как препятствие для добрососедских отношений между эстонией россии я вам дорогие друзья скажу следующее добрососедских отношений с россией не будет до тех пор пока россия сама не станет адекватным соседом если такое вообще будет возможно как мы видим в большей степени эстония выучил свои уроки истории и не повторяет ошибок 39 года когда она тогда не имела ни союзников не адекватной армии и объявила нейтралитет надеюсь что просто пронесет не пронесло и нужно быть готовыми к тому что даже членство в нато может не остановить россию если она добьется успеха в украине большинство ведущих военных аналитиков в один голос просто говорят что в таком случае следующими будем мы это как российская армия собиралась захватывать киев за три дня они могут попытаться сделать все это и в эстонии поэтому победа украины в этой войне это еще гарантия нашей с вами безопасности никакого абстрактного мира который сохранил бы россии оккупированной украинской территории и который дал бы россии время чтобы подготовить новую атаку не будет фраза что-то вроде слабый мир лучше хорошей войны здесь не работает мы уже это видели на протяжении девяти лет мы это видели еще до второго мировой войны только поражение россии в войне сведет вероятную угрозу в нашу сторону к нулю я вам больше скажу эстония уже сейчас ведет войну с россией хоть и незримую и для простого обывателя достаточно незаметную речь идет о кибер войне ведь за прошлый год кибер пространстве эстонии произошло две тысячи шестьсот семьдесят два кибер инцидента большая часть из которых это российские дэдос атаки это в сто раз больше чем после бронзовой ночи мы уже увлечены в эту войну и в наших же интересах чтобы агрессор был повержен поэтому эстония делает все что от нее зависит чтобы в этой войне победила украина прыгнуть с пути и сказать я в нейтральном домике уже не получится россия это государство террорист и мне бы очень не хотелось чтобы моя страна вела дружбу с таким государством которое последнее время только и умеет что вредить соседям местная ватка кричит что соседями надо дружить но мне кажется если вы хотите дружить с террористами значит что-то не в порядке с вами и большинство жителей эстонии со мной согласятся нато это наш железный купол которому большинство жителей эстонии всецело доверяют фраза вы аней то для эстонии не пустой звук потому что нато эта часть эстонии точно также как эстония часть нато спасибо за просмотр оцените видео подписывайтесь на мой канал на все мои социальные сети которые вы также найдете в описании я обещал рассказать немножко про то что в этом офисе у нас происходит это офис открытой республики как я уже не раз говорил просто другой он намного приятнее здесь есть такие замечательные флаги здесь замечательная доска и здесь мы проводим различные дебаты интервьюшки в общем все самое интересное которое мы также делаем и снимаем на видео канал где все это лежит я оставлю в описании можете сходить посмотреть если вам интересно там уже были дебаты с политиками интервью с политиками интервью с блогерами интервью с вашим любимым юлиусом там тоже есть так что смотрите оценивайте все всем спасибо всем не болеть всем пока и слава украине